Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41 канала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Воронежцы отправились в Крым помогать ликвидировать последствия наводнения. Коронавирус может спровоцировать болезнь социальных низов. Мифы о гепатите. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. Бывший президент США Дональд Трамп намекнул на планы баллотироваться на президентских выборах 2024 года во время митинга в Кливленде штата Гайя в субботу. «Мы выиграли выборы дважды и, возможно, нам придется выиграть их в третий раз», – сказал Трамп тысячам сторонников, присутствовавших на митинге. Трамп выиграл выборы 2016 года против кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон. В 2020 году он проиграл президенту Джо Байдену. «Вместе мы пошлем Байдену и СМИ, и всем людям, которые так плохо относятся к нашей стране, большим техническим тиранам послания, которые они никогда не смогут цензурить, отменить или игнорировать. «Мы вернем дом, мы вернем Сенат, мы вернем Америку, и мы сделаем это в ближайшее время», – подчеркнул он. Однако в ближайшие месяцы Трамп может столкнуться с юридическими трудностями. Газета New York Times сообщила в пятницу, что окружная прокуратура Манхэттена проинформировала адвокатов Трампа о том, что рассматривает возможность возбуждения уголовных дел против его семейного бизнеса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трамп соответствовала это решение со смешанными чувствами. Это действительно расстраивает, что они не могут, если они хотят носить свою форму и маршировать. Это действительно расстраивает, что они не могут, если хотят носить свою форму и маршировать. Но это также дает другим людям помощь от тех, кто фанатичен в полиции Нью-Йорка. Вы знаете, не будучи в состоянии преследовать всех, сказала Оливия Домингес. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три кандидата в канцлеры Германии были приглашены поделиться своим видением внешней политики Германии и политики безопасности в Мюнхене в субботу. Кандидаты прокомментировали взрыв заминированного автомобиля Мали, в результате которого в пятницу были ранены 13 миротворцев ООН, 12 немцев и один бельгиец. Кандидаты также поделились своими взглядами на газопровод «Северный поток-2». Федеральные выборы в Германии должны состояться 26 сентября 2021 года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В воскресенье в Риме состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Израиля Яира Лапида. В ходе встречи новый министр иностранных дел Израиля пообещал исправить прошлые ошибки. Нет отношений более важных для Израиля, чем Соединенные Штаты Америки. Нет более верного друга для Соединенных Штатов, чем Израиль. В последние годы были допущены ошибки. Двухпартийность Израиля пострадала, и мы все исправим эти ошибки, заявил Лапид. Он также поделился серьезными оговорками по поводу иранской ядерной сделки. Госсекретарь США заявил, что существует настоятельная необходимость в гуманитарной помощи и восстановлении газы. Турция. Полиция разгоняет прайд-митинг в Стамбуле слезоточивым газом и резиновыми пулями. Публичная демонстрация за права ЛГБТК+. В Стамбуле была разогнана полицией в субботу. Вооруженные радужными флагами и плакатами мирные демонстранты маршировали по улицам для гордости, когда большой контингент полиции в спецодежде начал использовать слезоточивый газ и стрелять резиновыми пулями по демонстрантам. По сообщениям местных СМИ было задержано около 20 человек, в том числе фотожурналист. В последние годы мероприятия прайда неоднократно запрещались турецкими властями, ссылаясь на соображение безопасности. До этого тысячи людей принимали участие в этих парадах на улицах Стамбула. Ирак. В воскресенье в провинции Киркук была начата военная операция по поиску возможных террористов и их укрытий. Эта операция, проводимая под руководством Объединенного оперативного командования, была начата через два дня после того, как нападение на полицейский патруль привело к гибели пяти офицеров в результате взрыва бомбы в их автомобиле. Сообщается также, что на рассвете воскресенья вооруженная группа напала на полицейский контрольно-пропускной пункт, в результате чего один офицер погиб и двое получили ранения. В рамках операции подразделения федеральной полиции провели рейды в ряде деревень. Государство Палестина. Столкновения вспыхнули между демонстрантами и палестинскими силами безопасности в городе Вифлеем. Демонстранты митинговали против смерти активиста, погибшего во время задержания вместе с палестинскими силовиками. Молодые люди бросали камни в силовиков, которые, в свою очередь, стреляли баллончиками со слезоточивым газом, чтобы разогнать демонстрантов. На этой неделе в Палестине вспыхнуло множество демонстраций, осуждающих одно и то же дело. Афганистан. Тысячи афганских семей были вынуждены покинуть свои дома и жить в самодельных палатках в Накеле, в провинции Кунзуз. Воскресенье на фоне боевых действий между правительственными войсками и боевиками Талибана. Россия не признает эту организацию террористической. Афганские силы объявили, что они отбили некоторые районы от контроля талибов, хотя тяжелое столкновение между этими двумя группировками продолжается на фоне вывода иностранных сил НАТО под руководством США с мая. Вот уже 3-4 дня. Мы спим здесь, на земле, и мои дети, которые тоже здесь голодны. У них нет ни питьевой воды, ни еды, сказала Биби Хаджира, мать-переселенка, беспокоящаяся за свою семью. Я надеюсь, что правительство даст мне дом и еду, они должны дать нам кров, потому что мы перемещены, добавила она. В мае силы США и НАТО объявили о выводе своих войск из Афганистана после 20-летнего конфликта. С тех пор талибы развернули кампанию по расширению своего влияния по всей стране и, как говорят, захватили 40 районов. США. Бывшие медсестры Хьюстона протестуют против требований местной больницы к вакцине ковид. Медсестры среди тех, кто либо ушел в отставку, либо был уволен после отказа получить вакцину ковид-19, протестовали перед хьюстонской методистской больницей в субботу. Бывшие сотрудники и их сторонники собрались у Техасского медицинского центра, чтобы выразить свою озабоченность по поводу вакцины, держали знаки, утверждающие, что их права были нарушены и призывали к уважению их прав не прививаться. Мы уже подали апелляцию в 5-й окружной апелляционный суд, так что это в процессе. Мы ждем слушания в наш первый судебный день. Но мой адвокат уже подготовил меня. Он сказал, приготовьтесь ехать в Вашингтон, потому что это будет идти до самого Верховного суда, сказал организатор протестов. Две недели назад федеральный судья отклонил иск, поданный бывшим сотрудникам по поводу мандата на вакцину, назвав его легкомысленным. В общей сложности 178 сотрудников были уволены после отказа от вакцинации, а более 24 тысяч приняли вакцину. Великобритания. Тысячи антиправительственных протестующих приняли участие в огромном митинге, чтобы осудить реакцию правительства на кризис ковид в субботу. К протестующим присоединился член парламента и бывший лидер оппозиции Джереми Корбин. Чудесно отличный выход, фантастическая демонстрация. Посмотрите на этих замечательных людей, здесь заметил Корбин. Спасите службу здравоохранения и укрепите мир, продолжал он. Ранее в субботу лондонская столичная полиция объявила, что арестовала 12 человек из группы «Восстание-вымирание» в ходе целенаправленных рейдов в качестве превентивной меры в преддверии различных протестов. Испания. Местные жители и туристы вышли на улицы Мадрида в субботу, после того, как Испания впервые за более чем год отменила правила ношения масок на открытом воздухе. Некоторые жители решили по-прежнему носить маски для защиты, опасаясь роста туристов и заражения. «И я все еще немного боюсь. Я собираюсь использовать маски для лица, если вокруг меня никого нет или я чувствую себя в безопасности. Но в эти дни сюда приезжает так много туристов, что я действительно не знаю, что думать», – сказал Рубен. «В последнее время много инфекций, поэтому я думаю, что, возможно, это не самый лучший момент». «Мы должны были подождать еще два месяца, чтобы перестать использовать маски для лица», – добавила Елена. Согласно недавно смягченным правилам Испании, маски должны носить в помещениях или в людных местах на открытом воздухе, где социальное дистанцирование было бы невозможно. Пакистан. Сотни заядлых пляжников проигнорировали ограничения на коронавирус и в воскресенье стеклись на черепаший пляж в Карачи. Кадры, снятые на пляже, показывают огромное количество людей, собравшихся на маленьком пляже без каких-либо масок или защиты. Однако страна борется за вакцинацию населения и до сих пор полностью вакцинировано только 3,5 миллиона человек. С таким количеством людей, приезжающих наслаждаться морем, опасность большого количества процентов с коронавирусом увеличивается. Распространение коронавируса опасно для нас, мы должны быть осторожны. Люди должны носить маски и следовать советам коронавируса, сказал пляжник Шавкат. Однако опрошенные, похоже, устали от призыва правительства соблюдать осторожность. Места отдыха были закрыты, а теперь они открыты через некоторое время, так что мы пришли сюда, чтобы насладиться собой после долгого времени, сказала присутствующая Сана Ахмат. Новости ближнего зарубежья. Грузия. Британский эсминец-защитник вошел в грузинский порт Батуми в пятницу, где был устроен торжественный прием прибывшему экипажу. Прибытие таких гостей в наш порт очень важно. Скоро будут учения с грузинскими военно-морскими силами, с военно-морскими подразделениями. Очень важно, чтобы это происходило часто. Это поможет нашим подразделениям, заявил министр внутренних дел Грузии Авахтанг Гамилаури. Посольство Великобритании в Тбилиси сообщило, что корабль вошел в территориальные воды Грузии для обеспечения безопасности союзников в Черном море. Обмен визитами, визиты кораблей в наши порты, международные учения очень важны для Грузии. Мы обязательно сохраним эту тенденцию и укрепим ее. Это будет способствовать нашему сближению со странами, партнерами и интеграцией в НАТО, заявил глава правительства Аджарской автономной области. Федеральная служба безопасности России опубликовала видеоинцидента с защитником в Черном море, который пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму в четверг. По данным Минобороны России, военные и пограничники произвели предупредительные выстрелы вблизи британского судна, после чего оно покинуло территориальные воды России. В своем телеграм-канале Министерство обороны Великобритании отрицает, что по эсминцу были сделаны какие-либо предупредительные выстрелы, и описание этих событий российской стороной является неточным. По данным Министерства России, проводило в Черном море учения, о которых англичане были заранее предупреждены. Российские новости. Министерство обороны России в понедельник опубликовало кадры с совместных учений военно-морского флота и авиации, которые прошли в восточной части Средиземного моря. МиГ-31К с новой гиперзвуковой ракетой с комплексом бортового оборудования «Кинжалы», модернизированные Ту-22М3, прилетели из России и базируются на аэродроме «Хмеймим». Это первые полеты после замены покрытия и удлинения взлетно-посадочной полосы, а также установки нового светосигнального и радиотехнического оборудования, сообщили в Минобороны. В учениях также были задействованы противолодочные самолеты, фрегаты, а также две подводные лодки. Они отрабатывали защиту авиабазы и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России «Тартус». Авиационное оборудование также опробовали в жару во время длительных полетов над водой. Ведомстве подчеркнули, что в рамках учений особое внимание уделялось противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника. Ракета-носитель «Союз-2» с космическим спутником нового поколения успешно стартовала в пятницу с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в субботу. По данным ведомства «Старт» ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2» была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. После выведения на орбиту космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2550». В ходе запуска были задействованы более 80 боевых расчетов и свыше 50 наземных средств 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения. Министерство обороны России в субботу увеличило численность военных для оказания помощи пострадавшим от паводка жителям Амурской области. Группировка сил Восточного военного округа усилена до 1500 человек и 150 единиц специальной техники. Среди них большегрузы и автоцистерны для подвоза питьевой воды. Военнослужащие расчищают завалы, помогают перевозить личные вещи местных жителей, а также участвуют в возведении защитной дамбы вдоль набережной Амура и Зеи. По данным ГУ МЧС России по Амурской области, в 16 ненаселенных пунктах потоплено 388 жилых домов, 913 приусадебных участков. Всего с начала паводка, по данным регионального МЧС, в Амурской области эвакуировано свыше 1500 человек. Из них 432 ребенка. Сотрудники МЧС России обнаружили и ликвидировали 78 боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Севастопольской бухте Гильзовая в пятницу. В то же время сотрудники МЧС обезвредили и вывезли для дальнейшей ликвидации артиллерийский снаряд калибра 155 мм, который нашли жители поселка Любимовка на своем участке. Впоследствии все найденные за этот день взрывоопасные предметы были уничтожены на полигоне МЧС. Всего пиротехники успешно ликвидировали 81 боеприпас. Операция прошла в штатном режиме. Беременным разрешили прививаться вакциной «Спутник Ви». Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом в пятницу. С учетом положительных результатов до клинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертным сообществом, экспертам принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины гам-ковид-вак у беременных. Кроме того, министр назвал количество вакцинированных первым компонентом. Прививку сделали свыше 21 миллиона человек. Также Михаил Мурашко привел статистические данные о числе заболевших среди вакцинированных в регионах. В ходе совещания сложную эпидемиологическую ситуацию в стране отметила также главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Рост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с четырьмя неделями назад составил 100%, то есть мы в два раза выросли. В настоящее время отмечается динамика роста почти во всех регионах, но с разной интенсивностью, сказала глава Роспотребнадзора. Помимо этого, Анна Попова заявила о решении расширить список тех, кто может посещать российские курорты. Категорию лиц, которые смогут поехать отдыхать на море, дополнят и те люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям. Глава Роспотребнадзора также заявила о том, что к десяти субъектам России, в которых на сегодняшний день для отдельных профессиональных групп вакцинация обязательно, прибавляется еще восемь регионов. В Москве провели дезинфекцию шести железнодорожных вокзалов. Обработка велась группами по два человека. Сотрудники в спецодежде и масках продезинфицировали основные здания вокзальных комплексов, перроны, служебные помещения, входные группы, конвейерные ленты для досмотра багажа, лифты и эскалаторы, лестничные марши. Особое внимание при обработке уделили местам общего пользования поручням и перилам. С помощью мобильных комплексов, распыляющих специальный раствор, были обработаны асфальтобетонные и плиточные покрытия на прилегающих территориях. Для специальной обработки Киевского, Ленинградского, Ярославского, Рижского, Белорусского и Савеловского вокзалов использовали водный раствор хлоркислородных соединений, предназначенный для борьбы с вирусами и бактериями. Всего для обработки вокзальных комплексов потребовалось около 6 тонн раствора. По сообщению ведомства, обработка вокзалов ведется две недели. За это время было продезинфицировано около 70 тысяч квадратных метров внутренних помещений, 6 столичных вокзалов и более 78 тысяч квадратных метров, прилегающих к ним территорий. Подразделения МЧС России с апреля прошедшего года регулярно проводят дезинфекционную обработку социально значимых объектов и транспортной инфраструктуры по всей стране. В Челябинске в мобильных пунктах вакцинации в воскресенье закончилась прививка от COVID-19. Местные жители выстроились в очереди в торговых центрах, но первого компонента на всех не хватило. Женщина отметила, что в ближайшее время ожидается новая партия и медицинским работникам удастся привить всех желающих. По сообщениям СМИ со ссылкой на первого заместителя губернатора Ирины Гехт, за последние несколько дней темп вакцинации в регионе вырос почти в три раза. По официальной информации, на 27 июня за последние сутки в России выявлено 20 538 случаев, из них 160 в Челябинской области. Напомним, что в Москве во вторник была введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы услуг и чиновников в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. В Челябинске соответствующие меры пока не приняты. В Бурятии ввели двухнедельный локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Режим нерабочих дней вводится с 27 июня по 11 июля. По данным региональных властей, ограничения не коснутся системообразующих предприятий, общественного транспорта, а также аптек, салонов сотовой связи и магазинов, торгующих товарами первой необходимости. При этом продолжающие работу организации должны обеспечить перевод не менее 30% сотрудников на дистанционный режим. Между тем, для граждан, имеющих сертификат о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции, самоизоляция не является обязательным требованием. Остальным предписано не удаляться от дома без крайней необходимости. Исключение составит обращение за экстренной медицинской помощью, забота о близких родственниках, поездка на работу, дачу и обратно. Заниматься спортом или гулять нужно будет с соблюдением социальной дистанции. Особенно серьезные новые правила скажутся на деятельности тех предпринимателей, кто ведет работу только в летнее время. Под ограничения попадают базы отдыха и гостиничные дома. Также на дорогах выставлены специальные посты. За соблюдением всех ограничений следят сотрудники Росгвардии и районных администраций. В Санкт-Петербурге в пятницу прошел традиционный праздник выпускников Аллы и Паруса. Официальная часть мероприятия открылась концертом известных исполнительной на Дворцовой площади. Встречу к выпускникам также обратился губернатор северной столицы Александр Беглов, пожелавший бывшим школьникам успехов и удачи. В рамках традиционной кульминации праздника вдоль набережной Невы прошел бриг России, чьи паруса в этом году окрасились цветами государственного флага в честь 30-летия возвращения российского триколора. Небо над городом также осветило захватывающее пиротехническое шоу из 50 тысяч залпов, которое состоялось под музыку и овации гостей мероприятия. Праздник также был посвящен годовщине рождения святого князя Александра Невского и 60-летию первого полета человека в космос. До начала праздника властями было принято решение сократить наполовину количество приглашенных на Дворцовую площадь. Так, на праздник попали только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также сопровождающие их учителя. В прошлом году мероприятие прошло в формате телевизионной трансляции в связи с эпидемической ситуацией в стране. Новости нашего региона. Воронежцы отправились в Крым, но не отдыхать, а трудиться. Волонтеры команды «Молодежка ОНФ» выехали почти в полном составе помогать сотрудникам экстренных служб в ликвидации последствий наводнения на полуострове. По предварительным подсчетам, потоп, случившийся 17 и 18 июня в Крыму, нанес ущерб республике в размере 201 миллиона рублей. Удар стихии был таким сильным, что подобных наводнений здесь не видывали больше ста лет. Люди спешно покидали свои дома. Туристы торопились уехать с такого курорта. Все вещи абсолютно, доединовые вещи, все испорченные. Все вот они все висят, но они уже стали от того, что были в этой жиже, они все дубовые. Ими уже пользоваться нельзя, понимаешь? И там у меня тоже, вон, все вещи вон висят. Я попыталась развесить. Их выстирать невозможно. Сейчас с последствиями небывалых дождей пытаются справляться военные спасатели. Отозвались и волонтеры. На помощь Крыму приехало больше ста человек из разных регионов страны. Они направились помогать справиться с последствиями ливня в Ялте, Керче, Феодосии и поселках Корьиз и Мисхор. Добровольцы помогают разбирать завалы, выносить мебель, откачивать воду. Из Воронежа на помощь крымчанам отправились три девушки от команды ОНФ «Молодежка». Когда ехали, они понимали, что будет трудно, но не ожидали, что настолько. Родители, конечно, волновались очень сильно за меня, но все хорошо, отпустили, как бы, отлично. Я им присылаю фотографии, видео, они говорят, что я молодец. Работа разная. Просто разгребаем вот эту вот всю жижу, которая натекла, да. Да, это наш первый выезд в зону ЧС, и это страшно, правда страшно. Никому, никому не пожелаешь вообще такого бедствия стихийного. Месячная норма осадков в Ялте выпала всего за шесть часов. Стихия уничтожила десятки домов и больше ста автомобилей. К примеру, в поселок Мисхор наши воронежцы выехали экстренно. Там нужно было быстро построить временные дамбы, чтобы защитить от воды дома. Еле-еле отпросилась с работы, чуть не написала заявление на увольнение. Потом приехала сюда и все. Семья по факту узнала только то, что я уже в автобусе когда ехала. Мы занимаемся юридической помощью населению, информируем о том, что будет комиссия, какие документы нужно собрать, какие убытки они понесли во время вот этого наводнения. Вот, все фиксируем. Тяжело и очень тяжело видеть людей, особенно пожилых, которые плачут и говорят, а что нам с этим делать. Сегодня разгребали сарай, чистили от грязи улицу, преддомовую площадку, выгребали. Работа тяжелая. Вчера мы работали у одной бабушки. У нее потоком воды смыло весь огород. То есть там было примерно этого огорода полтора моих роста. Последствия наводнения крымчане будут помнить еще долго. Плохая погода сорвала туристический сезон как минимум до конца июня. А это означает, что местный бизнес окажется в финансовой дыре. Сейчас на полуострове ждут новые дожди. Возможно, очередное ненастье тоже принесет республике разрушение. Сейчас правительство полуострова принимает заявки на возмещение ущерба. Воронежские волонтеры на полуострове пробудут в зоне ЧАЭС еще неделю. Если полуостров, к несчастью, настигнет новое ненастье, девушки здесь задержатся еще на несколько дней. Олеся Алисюк, 41 канал. В регионе за сутки коронавирусом заболело 253 человека. И за три недели впервые число заболевших не увеличилось, а снизилось, сообщает областное правительство, ссылаясь на региональный Роспотребнадзор. Выздоровели за последний день 249 человек. Умерли 16. Всего выздоровевших в области 85 183 человека. Умерли 3772 воронежца. На предприятии ВАСОС сотрудников решили стимулировать за то, что они вакцинируются. За прививку дадут награду 1000 рублей и один выходной день, который можно будет использовать в любой день в течение года. Олеся Алисюк, 41 канал. Сегодня в мире одним из распространенных заболеваний является гепатит – воспаление тканей печени. По данным Всемирной организации здравоохранения, гепатит поразил около 2 миллиардов человек, то есть каждого третьего жителя планеты. Почему это заболевание называют болезнью социальных низов? И способен ли коронавирус спровоцировать гепатит? Тему продолжит Галина Жукова. Специалисты подсчитали, что каждый 50-й житель Земли живет с той или иной формой вирусного гепатита. Это заболевание ежегодно уносит миллионы жизней. В некоторых странах вирусным гепатитом А переболела большая часть населения, а десятая часть жителей являются носителями вирусов гепатита В и С. Я говорю, проблема касается очень многих людей. Это кажется, что среди обычного населения никто, так скажем, не знает ничего. Мы поинтересовались у рядовых воронежцев, а что им известно о гепатите. Оказалось, что наш народ достаточно информирован. Ну, название слышал. Там, что гепатит какой-то, это вроде как желтуха, типа печень. Главное коварство состоит в том, что идет сильная усадка иммунной системы. И даже не сама болезнь столь страшна, сколько на фоне этой усадки, ну, буквально каждая мелочь может сильно повлиять на организм. Ну, это заболевание разрушает печень, как бы. Ну, и от грязи, от наркомании появляется, от незащищенных валых актов. Надо беречься по возможности. Несколько видов. Насколько я знаю, А, Б, С, по-моему, гепатит разный. Чем старше буква, тем тяжелее это самый гепатит. Труд сказать, насколько его... Если он в какой-то легкой форме, то и бог всем, наверное, с гепатитом. Сам я, правда, не болел, но по слухам ничего страшного в нем нет. Но тяжелой форме – это смертельное заболевание. Гепатит – это воспалительное заболевание печени, как правило, вирусного происхождения. В зависимости от сложности заболевания существует пять основных вирусов гепатита. Например, потекающие в самой легкой форме гепатита называют болезнью грязных рук. Поэтому всегда важно соблюдать гигиену, чтобы снизить риски заражения. Но чаще заражение происходит через кровь, поэтому заболевание наиболее распространено среди наркозависимых, которые порой пользуются одним шприцом. Мне кажется, гепатит – это болезнь социальных низов, скажем, эдак. То есть, мне кажется, что чем более здоровый и адекватный образ жизни ты ведешь, тем меньше у тебя шансов слопотать в эту брянь. Ну, это, прежде всего, надо себя в чистоте держать, и тогда будет все нормально. А в основном – это грязь. Я считаю так. Гепатиты, вызванные разными вирусами, передаются по-разному. Однако все они, если болезнь запущена, могут вызвать острое и хроническое воспаление печени, которое порой приводит к циррозу и раку. Как правило, заболевшие гепатитом ВС чаще всего могут быть хроническими пациентами. Усугубляют заболевание и коронавирус, который бьет по слабым местам. Кстати, одна из больших проблем хронического гепатита, потому что идет отмирание клеток, поврежденных вирусом, вместо них соединительная ткань, это вот и называется фиброз, который приводит к полному отмиранию клеток печени, они не работают. К слову, у Всемирного дня борьбы с гепатитом, который ежегодно отмечается 28 июля, есть свой антисимвол «Три обезьяны» и соответствующий девиз «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу», как показатель отношения современного общества к гепатиту. Однако не стоит игнорировать это серьезное заболевание, которое ежегодно уносит миллионы человеческих жизней. И чем чистоплотнее мы будем, тем лучше для нас. Галина Жукова, Виталий Корнеев, 41 канал. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41 канала и на нашем ютуб-канале. Я с вами прощаюсь в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего доброго! Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.